В Зубополянском районе вынесен приговор в отношении 50-летнего ранее судимого жителя поселка Иваз, признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В октябре прошлого года в полицию поступило сообщение 38-летней местной жительницы о краже из ее сарая, фары, сидений от мотоцикла, металлической рельсы и велосипедного насоса. Правоохранители выяснили, вором оказался дядя потерпевший. Похищенные вещи мужчина планировал продать. Во время расследования этого уголовного дела злоумышленник совершил еще одно преступление – украл дорожный знак с одной из улиц своего поселка. Он забрал с собой металлическую опору, а полотно выбросил по пути домой. Трубу он сдал в пункт приема металла. Ущерб, причиненный поселковой администрации, составил 6 тысяч рублей. Сейчас мужчина приговорен к полутора годам лишения свободы условно. 27-летняя жительница Тенгушевского района обвиняется в незаконном лишении свободы, и это не похищение. По версии органа дознания, в январе текущего года обвиняемая у себя дома вместе со своими знакомыми распивала спиртные напитки. Свою вину фигурантка признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В Саранске устанавливается личность молодых людей, причастных к краже денег с чужой банковской карты. По предварительным данным, с 3 по 4 марта они совершили несколько покупок в магазинах Саранска, расплачиваясь этой картой. Приметы. Первому на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы темные с челкой, был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны и черные кроссовки с белыми вставками. Второму на вид также 18-20 лет, тоже худощавого телосложения, рост 170-180 см, коротко стриженный. Был одет в светлый спортивный костюм с капюшоном красного цвета, черную куртку с геометрическим рисунком желтого цвета и светло-коричневые спортивные кроссовки. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону в Саранске. 29 77 60, 27 77 88 или 102. В Мордовии 35-летний сотрудник регионального УФСИН, житель поселка Зубово-Поляна, признан виновным в хранении 10 килограммов наркотического средства. Преступление было выявлено в результате оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Мордовия. Установлено, что в октябре прошлого года в ходе осмотровых мероприятий полицейскими совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по республике Мордовия в доме и сарае осужденного были обнаружены коробки с марихуаной и частями наркосодержащего растения, общим весом более 500 граммов. Также в теплицу у дома фигуранта правоохранители изъяли несколько растущих в грунте кустов конопли общей массой 9,5 килограммов. Со слов мужчины, дикорастущую коноплю он выращивал для себя. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Краснослободские похитители металла с территории сельхозпредприятия предстанут перед судом. Сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отдела в ходе оперативных мероприятий поступила информация о том, что неизвестный предполагает незаконно вывезти металл с территории сельхозпредприятия расположена в селе Новая Карга. Полицейские незамерительно выехали на место происшествия, где с поличным сдержали двоих мужчин, проживающих в указанном селе. В рамках предварительного расследования установлено, что с неохраняемой территории фермы подельники хотели похитить 920 килограммов металлических решеток, которые уже вынесли из помещения для погрузки в машину. Ущерб составил 21 600 рублей. Кроме того, ранее с территории этого же предприятия фигуранты похитили 200 килограммов черного металла, который сдали в ближайший пункт приема, выручив 5000 рублей. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Крупная авария с тремя пострадавшими произошла в Саранске 7 марта. Днем на северо-восточном шоссе столкнулись самосвалы и три легковых авто. По данным республиканского ГИБДД, 82-летний водитель за рулем Рено Логан не учел боковой интервал и врезался в попутный самосвал КАМАЗ. От столкновения иномарка вылетела навстречу, где столкнулась сразу с двумя машинами Киа Рио и Лада Приора. Предполагаемого виновника аварии и 37-летнюю водителя Киа с различными травмами госпитализировали. У них взята кровь на анализ. В больнице оказалась и 66-летняя пассажирка Рено. В этот же день, но уже в Октябрьском районе Саранска, произошло ДТП с участием 13-летнего пешехода. Около 10 часов утра на улице Невского водитель на Тойоте Короле сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшего доставляли в больницу. Сейчас по данному факту проводится проверка. 8 марта в 11 часов на 104-м километре автодороги подъезд в городу Саранск от федеральной автодороги М5 Урал. 37-летняя женщина на Рено Дастер, двигаясь со стороны Краснослободска в Саранск, не справилась с управлением и съехала в левый придорожный кювет, когда пошла на обгон. В результате ДТП водители и 14-летняя пассажирка были осмотрены медиками. Госпитализации им не требовалось водителям на марке «Трезва». В Мордовии 8 марта в Ичалковском и Ромодановском районах сгорели два дома. Как сообщает региональный МЧС, во время пожара в селе Пермиево травмирован один человек, а в Ромодановской каменке пострадавших нет. Но огнем жилое строение было уничтожено полностью. Редактор субтитров А.Семкин